Здравствуйте, девочки, мальчики, мужчины, женщины. Доча, привет! Здрасте! Что-то мне смешно. Доча, привет! Что я хочу сказать? Мы хотим сказать. Представляете? Сегодня у нас радость! У нас 10 тысяч подписчиков! 10 тысяч! Представляете? В 5 часов утра. Да, в 5 часов утра. Меня муж поздравил, что у нас 10 тысяч подписчиков. Мы так рады, что вы с нами. Всегда нам некогда всем. Мы все спешим куда-то. Некогда даже. За чудесами. Людям сказать спасибо, что вы с нами. Мы рады. Пожелать вам всем здоровья, крепкого мира в вашем доме. Любви и согласия. Будьте счастливы. И вы вновь с нами будете смотреть, как мы готовим тортик себе из печени. На 10 тысяч подписчиков. Ютуб поздравляет всех кнопками серебряными, там золотыми, рубиновыми. А мы тортиком. Печеночным. Печеночным. Нам еще далеко. Мы же не романтики. Может быть, когда у нас будет 50 тысяч подписчиков, мы выпьем шампанского? Может быть. Ну вот. Мы будем надеяться и ждать. А сейчас мы будем готовить тортик. И именно я взяла свою старую поваренную книгу, как у меня ее почему-то муж называет. Это твоя поваренная книга. И старый рецепт. Не то, что там я вот сама, как всегда, на глаз все. А тут у меня все по рецепту строго. Ну я, конечно же, как всегда, не люблю я эти рецепты. Я же люблю экспериментировать. Нужно же в душу вкладывать, вот в каждое блюдо. Тогда оно будет вкусным. Вот правда же? Вот в эту печенку надо вложить в душу. Ну хватит уже. Ладно, сейчас я буду блендером. Душевную печенку. Блендером. Измельчайте эту печень. И не включается. Че, под... Можно спросить, в какой момент душу вложила? Когда, перед тем, как малого или после? Изначально, когда придумала готовить. То есть ты всю душу все превращила. Ну я думаю, хватит мне измельчать. Я уже до однородности измельчила. Кстати, здесь полкилограмма печени. Девочки, сыплю все за чесночок. Че ты все делаешь? Девочки, мальчики где? Да мальчики, я думаю, не будут такое смотреть. Вот зачем им нужен торт из печени? Повара-мальчики, они как-то лучше девочек, я так думаю. Почему ты считаешь, что они лучше девочек? Ну не знаю, если шеф-повара, больше мальчики. Ну и девочки бывают. Ну бывают, но больше мальчики. Так, у нас яйцо одно, которое надо разбить. И я вот сметанку купила 10% сколько тут? О, полная, огромная ложка. Еще одна. Еще одна. Что по рецепту? По рецепту мне надо было полстакана, если что. А тут у меня 350 грамм в этой банке, я, наверное, половину отправила. Ну, более-менее я придерживаюсь рецепта. Не люблю я эти поваренные книги, они у меня в голове. И вот муки надо добавить. Так, полстаканчика. Бух туда сразу. Пол-литрового стаканчика. Я перчик-то посыпала, ой, чесночок посыпала, перчик посыпала. А соль-то я забыла свою любимую. Посолить-то я забыла. Из которого не обходится ни одно блюдо. Да. Самое распространенное. Сейчас буду вмешивать. Ну, как на блинчики. Что я хочу сказать? Я тут по рецепту так все набукала, поэтому мне надо чуть-чуть добавить муки. Все, крышка-то? Немножко жидковато, я чую, чувствую это. Душево чувствую. Душа твоя чувствует. Оттуда передает, ты сглажила туда душу, она тебе передает. Надо добавить муки. Внутренний рот. Торт у меня будет совсем обычный. Вот вообще, очень простой. Начинка у меня будет морковь и лук. Я их обжарю. И буду смазывать майонезом и чесночком. Любимым майонезом. Да, неполезным. И видите, сколько я его тоже набухала. Наоборот, так полезным. Надо печь блинчики. Так, маслица сюда надо налить. Вот тут вот одна столовая ложка у меня как раз. Как экономная хозяйка, все, гулял, молодец. Все, стряпать иду блинчики. Смазала на первый блинчик маслицем, чтобы не прилипал. Блидковым? Нет, подсолнечным. Подсолнечным. Зачерпнула черпачок. Теперь вот так вот наливаю. Ну, как обычно. И мне надо его распределить по сковороде. Можно как раз трону. И выпекать с двух сторон. Вот так вот все блинчики и перепечем. Некоторых раздражает. Мои ложки, которые в чашке, мне мешают. Из этого объема, что у меня было тесто, у меня получилось... Сейчас я вам раз, два, три, четыре, пять, шесть блинчиков. А я сейчас занимаюсь начинкой. У меня было вот 7 вот таких вот луковок примерно. Ну, грамм 200 с чем-то. И вот здесь вот у меня, наверное, около 300 грамм моркови. Я ее перетерла уже на терке на крупной. И сейчас я лук режу. Сейчас лук дорежу. И буду обжаривать на подсолнечном масле эту начинку. Что хотела сказать. Раньше, я когда делала этот торт, готовила, я лук отдельно обжаривала и морковь. И перекладывала один слой лука на другой морковью. Сейчас я буду вместе обжаривать. Не буду я разделять. Я вкладываю в душу. Так, сколько это ложка? Вот так вот две. На такую массу. Три ложки хватит. Три ложки налила. Масло подсолнечного. Так, пусть чуть-чуть накалится. Потом я опущу лук. И буду обжаривать. Ну, потом туда же добавлю морковь. И вместе все обжарю. Я тут уже влюбилась, можно сказать, в эту мельницу для чеснока. Ну, силы, конечно, силу надо применять. Мне вот тяжеловато. Рычаги надо делать туда. Вот видишь, как? Я не могу даже провернуть. У меня сегодня руки болят. Давай, может, я покручу. Ну, мне же на видео надо показать. Потом покрутишь. Нет, все-таки не могу. У меня руки болят. Давай. Снимаю тебя. Видишь, как у тебя славно получается. Привык тереть. Смотри, не вывали. Ну, что ты делаешь? Сейчас мы перетрем эти четыре зубочка. И смешаем с майонезом. Нравится тебе тереть? Еще не могу пока сказать. А у дочи, кстати, у нашей... Она неудобная, капец. Что-то я не могу. Ты не возьмешь в руки. Себе, для лука. Раз прокрутил, видишь, как уже все... И как по маслу потом. Надо мягкий чеснок, да? Мягкий-то лучше твердого. Что не говори. Да, так у нас в армии говорили. Демагог, знаешь, кто? Кто утверждает, что мягкий лучше твердого. Доказывают женщины. Ну, чеснок, например. Ну, конечно. Так это тут женщина тебе доказывает. Крути, короче. Все, немного обжарила лук. Сейчас сюда за морковь. О, у меня сколько начинки получится. Но она у меня не пропадет. Если будет лишнее, я ее использую для торта из кабачка. Дальше будет. Буду, Колька. Обжариваю сейчас пока. Сейчас я это подсаливаю немного. И что хочу сказать. Я немного обжарила, потом взяла, закрыла крышкой. И оно у меня парилось под крышкой на медленном огне, потому что я тут масла мало, я не хотела, чтобы оно горело. Поэтому я сделала так, чтобы нам более-менее полезнее было, не жирно. Все, сейчас это у меня обжарилось. Я перекладываю в тарелку и буду дальше готовить. Так, я сейчас буду собирать тортик. То у меня начинка горячая. Желательно бы дождаться, чтобы она остыла. Ну, времени нет совсем, надо сказать. Надо быстрее праздновать 10 тысяч подписчиков. Покушать хочется. Кладу начинку. У меня начинки много. Распределяю ее. Я вот забыла петрушки нарвать. Я его еще петрушкой перекладывала. Ладно, и так неплохо. Так, следующий. Сказал заведующий. Мне прям засмеяться охота. Более-менее полезно. Тонна майонеза. А так-то мало масла. Можно засмеяться. Ладно, не всем же, не все же хотят кушать нежирную пищу. Многие хотят и пожирнее. Вот так, короче, слой за слоем. Перекладывайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это у меня верхний слой. Вы, кстати, его можете украсить по своему усмотрению. У меня это не на праздничный стол, поэтому я... Как не на праздничный? 10 тысяч подписчиков. Но у нас гостей нет, мы с тобой вдвоем. У нас 10 тысяч гостей каждый день. Вот, я возьму, присыплю сверху зеленым луком. Вот праздничное украшение конфетти. Тяжелое детство, что? Зеленые украшения. Вот, если вы хотите, можно было бы его обрезать по краю. Я так делала, когда у меня были гости. Еще я его готовила с грибами. Этот печеночный тортик тоже очень вкусная начинка из грибов жареных, шампиньонов. Вот, я на сегодня справилась с поставленной задачей. Сейчас мы будем отмечать 10 тысяч подписчиков, которым мы уже пожелали здоровья, счастья и всего хорошего. Удачи. Что сказать? Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем подписчикам привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok